Всем здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Елена. И хочу вам сегодня рассказать о своих впечатлениях о пяти средствах от компании Микролис. Но сначала хочу немножко пару слов о самой компании. Компания еще очень молода, но зарекомендовала и думаю, что в дальнейшем они тоже будут идти только вперед и вперед. Как производитель высококачественной натуральной косметики. Основана компания в 2014 году в Новосибирске. И косметика Микролис это косметика для тех, кто умеет читать состав. В состав косметики входят культурные среды или затобактерии, то есть безоболочные. Такие как бифидобактерии, лактобактерии, микрококи. Вы наверняка такие знаете. Также лизаты могут содержать аминокислоты, полисахариды, некоторое количество летучих жирных кислот, большое количество витаминов, группы В, витамины С, ПП, фолиевая кислота. А также только природные компоненты. Такие как мед, прополис, молочная сыворотка, смолы, хвои, кедры, пихты, листья стевии, хиноцеи, ванчаи и многое-многое другое. Спектр производимой продукции и компании поражает вообще всякие умы. То есть у них есть косметика таких категорий, как кремы, скрабы, маски для лица, волос, бальзамы, тоники, шампуни, мыло, гели для душа. А также напитки, зубные пасты, бытовая химия и много-много еще чего. Упаковка изготавливается из полиэтилена низкого и высокого давления, который не содержит в своем составе поливинилхлорид и другие опасные вещества. Более детально ознакомиться с компанией Микролис и ее продукцией вы можете на официальном сайте, ссылку на который найдете в описании под видео. А теперь давайте приступим. Мною были выбраны 5 средств из различных категорий. Это маска для лица, 2 маски для волос и лосьоны для ухода за телом после некоторых процедур. Давайте перейдем к более детальному осмотру. Хочу начать свой обзор с маленького минуса, потом будут только плюсы. Вот такая масочка. Можете прочитать состав, я приближу. Маска разочаровала меня. Честно говоря, не ожидала. Я люблю маски на нетканной основе, но вот это вот почему-то меня очень разочаровало. Маска была из очень плотного материала. На нее был нанесен некий состав такой гелевый, светло-прозрачно-зеленый. Приятно пахло алоем. Очень приятный такой чайно-алойный запах легкий. И консистенция, в принципе, тоже мне понравилась. Но это все. При моменте надевания маски на лицо, накладывания, она оттуда отлеплялась. Потому что, видно, пропитка не такая сильная. То есть маска была сухая. И как я ни старалась размазать этот гель, которым она была пропитана, и распределить ее по лицу, она все равно отваливалась. И, в общем-то, я никакого особого ухода и удовольствия от этой маски не получила. Только одна нервотрепка, потому что я пыталась ее все это, весь этот период времени, сколько ее нужно держать, прилепить ее обратно. И, следовательно, результат какой-то ухода за лицом я особо не почувствовала. Ну, приятный гель такой, прохладный. И, в общем-то, да и все. То есть никакой там подтянутости, никакой увлажненности лица не почувствовала, к сожалению. Вот, может быть, если бы они делали основу из нетканого материала более тонкой, практически незаметной, тогда, наверное, было бы лучше. Ну, очень плотный материал, и он просто отваливался от лица. Вот, к сожалению, это вот такое мое маленькое расстройство. Дальше хочу перейти к вот таким двум маскам. Сначала расскажу, ну, в порядке, наверное, применения. Ну, почему сразу две? Потому что они обе меня поразили. Сначала они обе меня разочаровали, а потом обе поразили. И я даже сначала не знала, как мне снимать отчет, поскольку одна из них меня разочаровала, другая понравилась. Но я решила переначать, как бы попробовать дать шанс одной из масок, да. И оказалось, что эта маска меня порадовала, а другая разочаровала. В общем, давайте более подробно перейдем, чтобы не путать. То есть, начала я свое исполнение, пользование, так сказать, вот этой маской применения. Маска с васаби и имбирем. Начну прямо вот с чистого листа. Значит, цвет, вы видите, он такой легкий, зеленоватый. Консистенция очень густая, рыхлая. То есть, присутствуют какие-то крупные кусочки. Я думаю, что это имбирь перетертый. Вот. В общем-то, как бы сразу, да, и честно сказать. В общем, и на этом все, на самом деле. Потому что дальше, когда я открыла флакон оттуда, выскочил просто отвратительный запах. Предварительно хочу сказать, что применяла я эту маску в конце августа, в начале сентября. Отметить даже хочу этот момент. Так вот, значит, при открытии флакона отвратительный какой-то, очень неприятный запах, который я, ну, не могла просто переносить. И я с трудом, просто с большой борьбой с самой собой наносила эту маску на волосы. Хочу сказать, что предварительно волосы я вымыла, то есть, вот, последовательность с шампунем вымыла волосы, после чего нанесла эту маску на корни волос и на все волосы целиком, надела шапочку, как здесь рекомендуется, и оставила это все дело где-то на 20-30 минут. Процесс я почувствовала сразу. То есть, появилось какое-то такое согревающее ощущение на голове. Ну, думаю, что вот эти вот острые компоненты, пикантные, они начали свою работу. Это было приятное ощущение, но после того, как я сняла шапочку и начала смывать, все на этом кончилось. Опять же, то есть, были очень неприятные ощущения. Волосы казались слипшимися, жирными, и этот ужасный запах, он остался на волосах. Я смывала также поверх еще раз, наносила шампунь, но шампунь не помог, запах был просто ужасный, отвратительный и очень сильный. И даже уже после того, как я смыла маску и вытерла голову полотенцем, все равно волосы были такие, как будто такие липкие сосульки висели на голове, и это было очень неприятное ощущение. Они не расчесывались, ничего я с ними сделать не могла. Вот, и в общем-то, я не знала, что с этим делать, мне очень не понравился этот результат, и я не знала, как бы мне об этом заявить вам. Вот, но... Потом я использовала другую маску, но спустя время, то есть где-то в начале ноября, когда уже было холодно, я решила дать этой маске второй шанс и попробовать ее еще раз. И хочу сказать, что я была сильно удивлена своей реакцией, потому что реакция поменялась. Это было очень странно и удивительно. Что именно изменилось? То есть я думаю, что это зависит от погоды. Погода более прохладная, более морозная, и волосы несколько иначе воспринимают состав. Во-первых, запах. Запах уже не тот. Он не такой противный. Я отчетливо различаю запах имбиря и васаби отдельно. Да, он для меня неприятный, потому что я именно эти два ингредиента в еде не люблю. Именно из-за запаха, наверное. Вот, и... Несмотря на то, что запах для меня неприятный, но он для меня различимый и терпимый. То есть он не такой сильный, как изначально. Затем я решила немножко изменить процесс нанесения. То есть я вымыла волосы накануне. А уже на следующий день я просто намочила эти волосы и нанесла на них маску. Дальше все так же. Надела шапочку, держала где-то 20-30 минут. При этом ощущения согревающие я уже не испытывала. Не знаю, может быть, это как-то изменилось в процессе. То есть, может быть, я это не почувствовала. Не знаю. Но при смывании я была поражена. Волосы рассыпчатые, пышные, легкие, воздушные. Я прямо не поверила своим глазам. Они легко расчесывались, при этом становясь еще более воздушными. То есть, вот эта маска для меня, она вот как раз на зимний период. Я так поняла. То есть, летом категорически ее нельзя использовать. Я думаю, что это из содержащихся в ней масел. Летом вообще как бы не советуют использовать масло для волос. Поскольку при воздействии горячих температур от солнца масло не очень хорошо себя ведет на волосах. А в зимний период, наоборот, волосы более сухие. Поэтому масло для них лучше подходит. Я думаю, это как раз тот самый вариант. И эта маска у меня будет для холодного периода. И она действительно работает. Очень классно. Надеюсь, что когда я рассказывала весь процесс опыта с этой маской, во мне было скучно. Надя, покажу состав. Состав везде абсолютно натуральный. И при возможности, если долго не пользуетесь, то можно поставить в холодильник. Но мне кажется, что незачем хранить такие классные вещи. В общем, вот, поэтому такой неожиданный результат появился у меня с этой, получился с этой маской. А вот эта маска была второй. Удивительной маской, которая сначала очень понравилась, а потом очень разочаровала. Я тоже думаю, что это зависит от погоды. Здесь вот такая вот этикетка с двух сторон. К сожалению, красивой этикетки нет. Маска эта называется Lactobacillus. Я на экране подпишу. Значит, цвет вы видите, она такая светло-светло-желтенькая. Запах у нее очень приятный. Такой нежный какой-то, немножко лимонно-цветочный. И консистенция кремовая, легкая, без каких-то вкраплений дополнительных. Вот, и вы видите, ее ушло немного больше, чем васаби. Ну, васаби густая, а эта более такая жидко-кремовая. И какое же приключение было с этой маской? Ну, все как по инструкции. То есть на влажные вымытые волосы я наносила эту маску где-то в конце августа. И также держала, надела шапочку, держала ее под шапочкой где-то минут 20-25. После чего смыла. И думала, что все, я влюбилась. Это какая-то особенная штука, потому что волосы... Во-первых, она очень хорошо впитывается. И волосы даже в момент нанесения и в момент смывания вы ощущаете, когда вот руками волосы как бы промываете, вы ощущаете, что они изменились. Они стали более мягкие, более какие-то легкие что ли. Они легко, ну, как расчесываются, легко распределяются пальцами. То есть они не запутываются, не слепляются. В общем-то, структура изменилась. И после смывания волосы воздушные, легкие, рассыпчатые, легко расчесываются. Очень мягкие, такие нежные. Просто я влюбилась в эту маску сразу. Но, давая шанс вот этой маске, второй раз решила и эту тоже второй раз попробовать. И разочаровалась. Не буду рассказывать свою реакцию. Наверное, ну, ни к чему это. В общем, они поменялись местами. И я поняла, что эту маску лучше использовать летом. Поэтому я ее поставлю в холодильник и до весны. До теплой весны. Но, вот, в период холодов она мне не понравилась. Реакция была практически такая же, как первый раз с этой маской. Может быть, чуть-чуть какое-то отличие, но почти то же самое. И, в общем-то, в общем-то, так-то она моя любовь. Но только летом. И последние два средства вот такие вот. Начнем, давайте, с геля после депиляции. Итак, вот такая вот этикетка. К сожалению, здесь нет состава. Но, примерно, расскажу. Здесь есть изображение каких-то цветочков, которые входят в состав. Вот, скорее всего, мята и вот какой-то цветок. Запах очень приятный. Такой лимонный, какой-то цитрусовый. Не знаю, что еще. Может быть, масла какие-то входят в состав. К сожалению, состава я не знаю. Опять же, повторюсь. Цвет равномерный. Белый такой, белокремовый. Наносится очень легко. И делает, творит просто чудеса. Что я заметила, да? Когда депилируешь кожу или бритвой пользуешься, в общем, кожа становится сухая после смывания всего этого процесса. Сухая. То есть, видно, что какие-то части, элементы отслаиваются от кожи. И очень неприятная такая стянутость. Бывает у людей, что еще есть покраснения какие-то при удалении волос посредством депилятора. Вот. И, в общем-то, эта вещь просто фантастическая. Я вам всем очень советую. Она творит чудеса. Во-первых, ее расходуется очень мало. То есть, здесь 100 мл. Флакончик небольшой. Он помещается у меня на ладошке. Но израсходовала я, наверное... Ну, вот вы видите. Вот внутри. То есть, как будто я им вообще еще не пользовалась. Нужно небольшое количество, буквально капелька небольшая. Вы наносите на участки, подверженные депиляции, да, подвергнутые. И распределяете легкими массажными движениями. Гель моментально впитывается. И вы буквально ощущаете кожей, как меняется поверхность, что ли. То есть, вы ощущаете, как кожа насыщается какой-то такой влагой, что ли. И разглаживается. И приобретает небольшой такой свежий блеск. В общем, буквально на глазах меняется ощущение, которое вы видите. Которые здесь должны были описываться, но их нет. Они есть на сайте. То есть, все, что написано и даже больше делает эта штука. Это потрясающая вещь. Всем советую. Просто обалденно. Я не устану это повторять. Очень классная штука. Хватает надолго. И также, если вы длительное время не пользуетесь, можно поставить в холодильник. В общем-то, не буду больше говорить, потому что вещь потрясающая. Творит чудеса. Мой любимчик. И вторым таким кремом был лосьон после загара. Натуральный лосьон на основе отвара целебных трав, алоэ, косметических и эфирных масел. Снимает жжение и жар. Успокаивает, охлаждает и глубоко увлажняет кожу. Стимулирует процесс регенерации и восстановления. Закрепляет загар. Это то, что он должен делать. И вот вам состав. Здесь еще, по идее, должен в состав входить зеленый кофе. Поэтому, экстракт зеленого кофе. Поэтому он есть на этикетке. Но, например, запаха кофе тут точно нет. Запах у него такой легкий. Какой-то яично-цветочный. Вот что-то такое. Цвет мраморный. С переходом от белого к желтому. Мама помогала мне летом наносить его на спину. И она сказала, что по консистенции он похож на майонез. Но я бы не сказала, что майонез он более гелевый. То есть, неравномерная у него консистенция. Но мне очень понравилась. Тоже фантастическая вещь. Наносится очень легко. Распределяется очень легко. Много его не нужно. Необходимо взять небольшое количество этого лосьона на руки. Массажными движениями распределить по телу в необходимых местах. До полного впитывания. И в таком состоянии оставить. То есть, полежать немножко. Например, на животе. Если вы на спину наносите. Ну, минут 10 полежать в таком положении. Чтобы оно уже окончательно впиталось. И творит чудеса. Я вам скажу. Такая же чудесная вещь, как и гель после депиляции. Просто фантастика. Вот все, что описывалось здесь. Все так и происходит. Жжение снимается моментально. Легкие проходят такой холодок по коже. Который убирает жар. Который. Такое ощущение, как когда вы просто горите изнутри. Кожа полыхает. Вот это все убирается. Успокаивается. То есть, даже как бы психологически что ли. Состояние такое более спокойное. Расслабленное. Как я уже сказала. Холодок по коже. И чувствуется сразу, что кожа как бы насыщается влагой. Насыщается какими-то питательными элементами. Становится более мягкая. Не такая раздраженная. Уходит вот это вот покраснение от загара. Через какой-то период времени. Загар как бы усиливается. То есть, он как будто вы нанесли какое-то средство. Которое усилило эффект. Да. Вот эта вещь. Она как бы усиливает эффект загара. То есть, загар более явный становится. И держится он гораздо дольше, чем раньше, например. Также хочу отметить, что обычно у людей, кто очень сильно загорел, потом слезает кожа. После этого лосьона нет такого. То есть, у меня до сих пор присутствует небольшой загар. И кожа до сих пор ни разу не слезала. Обычно я всегда облезаю. Эта вещь просто фантастическая. Тоже мне очень понравилась. Очень советую. И расходуется тоже немного. То есть, я его использовала раз пять, наверное. И вот вы видите, что он тоже практически полный. И так же, как и все средства, при длительном неиспользовании, можно поставить в холодильник. И надеюсь, что в следующем году будет более нормальное лето. И можно будет в полной мере ощутить действие этого лосьона. К сожалению, это лето не выдалось. Но вот так вот. В общем, средствами я очень осталась довольна. Мне очень понравились вот эти два. Просто моя любовь. И вот именно эти два всем советую. Просто это универсальные вещи. Подойдут любому. И просто обалденные. Обалденный эффект. Обалденная реакция кожи. Потрясающие вещи. Так. Вот такой у меня получился обзор. Очень советую поработать, посотрудничать вам с компанией Микролис. Попробовать их продукцию. Это просто потрясающие вещи. Я влюблена. И пока что конкуренции я не встретила. Просто вещи потрясающие. Продукты потрясающие. Потрясающие эффекты. Неожиданные. И все действительно натурально. И все действительно работает. Так что я осталась очень довольна. Большей частью продуктов. И всем советую познакомиться и подружиться с этой компанией. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь. Ставьте пальчик вверх. И увидимся в следующих видео. Пока-пока. Пока-пока.